Приветствую зрителей и гостей моего канала. Очень многие отмечают, что на веранде очень хороший звук. Ну действительно, здесь акустика очень хорошая. У меня голос вообще такой зычный, и камера это очень хорошо берет звук. И все так сложилось, но, конечно, больше всего это веранда, потому что здесь же нет утеплителя, звукоизоляция, ничего. Оно все как на сцене. Приходят на канал новые и новые зрители, каждый раз новые и новые. Ну, кто-то только что подключился. Очень многие только-только узнали о сахарном диабете. Подвернулся мой канал, очень много вопросов задают. И вновь просят и просят прямо показывать меню, что мы едим. И вот на последней моей готовке, прямо вот три человека, как будто под копирочку написали, ну пожалуйста, вот даже на основе этой еды покажите, пожалуйста, что будет есть ваш муж. Я сняла это уже на второй день, утром, с утра. Вот вам буду показывать через день. Уже это видео выйдет. Помните, в прошлую готовку общую у нас был рисовый суп на основе бульона говяжьего. Сама говядина была сделана на луковой подушке. И потушеная капуста. Вот это я вам и показываю. Сейчас утро. Ильгиз уже унес свой завтрак. Это стоит мой завтрак. Точно такой же, как у Ильгиза. Рассказываю. Если, больше всего рассказываю новеньким. Конечно, которые уже давным-давно и по многу лет, они все прекрасно знают. Все равно нужно подсчитывать, смотреть на углеводы. Поменьше углеводов и лучше углеводы обязательно нужны, важны. Но нужно брать хорошие углеводы. Как одна мне зрительница написала, говорит, зачем вы используете булгур? Это же пшеница, нужно гречку. Я говорю, у гречки гликемический индекс 45, у булгура 35. Нам булгур вообще очень полезен и он не дает нам скачка сахара. Почитайте, поизучайте. Я изучаю вот уже четвертый год. Новые все продукты, все изучаю. Значит, углеводы. Если у нас суп с крупой, как это бывает часто, ну не часто, но бывает, значит мы больше нигде крупу не едим. Если у нас нигде крупы нет в течение дня, значит мы утром готовим кашу. Кашу мы готовим любую. Хоть на молоке, хоть на воде, хоть соленую, хоть сладкую, хоть кислую, хоть с вареньем, хоть с этим, хоть с фруктами, хоть какую, какую нам хочется, то иди. Но Ильгис всегда ест 4 столовых ложки. Вот я прямо вот уже из кастрюльки 4 столовых ложки ему положу, тарелочку. Вот он съедает эту кашу и все. Если он не наелся этой каши, значит он может попить кофе там с сыром с каким-то, например. Или могу, например, солененькую кашу и пожарить одно яйцо ему еще плюсом. Ему вот так хватает. Я говорю про своего мужа. Может вам показаться, что это неправда, что это не так, но поверьте мне, мы не сегодня начали так питаться и не сегодня это закончим. Так будет уже до конца наших дней. Так и будет. Диабет никуда не денется. Просто нужно с ним подружиться, как с моей аллергией, и жить в ногу с ней. И жить в ногу с диабетом. Ну что сделаешь? Значит, тут у нас на завтрак ему 2 яйца, часть немножко помидорки и зеленый лук. Есть он будет без хлеба. Опять же, скажите, я сейчас вот как раз про Ильгиза мы проговаривали, что он вообще практически отказался от хлеба, Ильгиз. Поэтому я уже перестала печь. Когда-то что-то нужно, если захотелось, да. Я отдельно делаю лепешки из цельнозерновой муки, из цельнозерновой муки на кефире. Вот. И хлеб он практически перестал есть. Но я не говорю, что его нельзя есть. Но он так решил, мой муж так решил, что ему без хлеба можно очень даже спокойно жить. Вот. Я ем хлеб и с бутербродами, и там, и при куску супом, как-то. Он нет, он не ест. И у него сахар в норме. Вот пока он в норме, он постепенно отошел от кофе. Немножко теперь кофе пьет. Хлеб практически не ест. Ест, но очень изредка. Я покажу, когда. Вот он съел яичницу с помидорчиками. Он может закусить свежим салатом. Свежий салат. Огурцы, помидоры у нас есть всегда. Еще у него редька дайкон обожает. Редиска сейчас идет. Зеленый лучок у нас. Короче, с обычной капустой мы делаем. С пекинской делаем капусты, салаты. Может, при куску с морской капустой поесть. Вот это вместе с яйцом. То есть, салаты у нас теперь в обязательном порядке. Раньше мы не любили. Мы, собственно, и сейчас не любим. Мы просто к этому привыкли. Мы это приняли, что нужно есть свежие овощи. В прикуску с основным блюдом. Значит, завтрак вот съел. Через два часа он пьет кофе. Я тут, правда, налила зеленый чаек. Пьет кофе. Вот я положила сюда кусочек хлеба. На него положила сыр. Это сыр халуми. Он поджаривается. Мы на него подсели очень капитально, вкусненько. На сливочном масле можно поджарить. Вот. И вот я положила на кусочек хлеба. А мой муж любит вот просто выпить кофе, да, и просто кусочек сыра в прикуску. Ему сейчас хлеб не нужен. Но я положила хлеб, потому что все равно люди спросят, а где хлеб пить сыр с хлебом надо? Вы хотите есть? Пожалуйста. Нам, пенсионерам, уже 15 хе вот так достаточно за день. Даже еще меньше получается. По углеводам я имею в виду. Вот. Вот здесь положила хлебушек. Суп. Естественно, суп у нас рисовый, который вот мы с вами приготовили на мясном бульоне. Солнышко у нас то садится, то выглядывает. Погода сейчас нестабильна, но сегодня тепло. Сейчас посмотрела. 11 утра. 18 градусов в тени. Так. Рисовый суп. Супы он давно ест без хлеба. Вот как раз вот, чтобы отвыкнуть от хлеба, он перестал есть хлеб именно с супами. А вторые блюда, это уже пошли до кучи как-то. С салатом. С салатом. Я сколько раз уже говорю. Вот, например, там какой-то борщ сварю или там щи какие-то. Вот когда он более-более, тут вот с углеводной, это вообще даже без слов. А есть такие легкие супы, где ну надо кусочек хлеба, например. Кусочек хлеба, ну зачем мне не надо? Ну он правда не ест сейчас хлеб. Вот правда. Вот съел тарелку супа и салатик. Все, больше не надо. Сейчас вот перекус между обедом и ужином он практически не делает. Ему хватает обеда. На ужин у нас тушеная капуста, которую мы с вами тушили. И говядина запеченная на луковой подушке. Замечательный ужин, вкусный. Он балдеет, он любит капусту. Я думала, что когда в свое время я одна и любила эту капусту, теперь мы едим с ним вообще наравне. Хоть каждый день ее тушить. Вкусно, нам нравится. Поужинает. Вот у него четыре основных питания. Ну то есть здесь можно сказать, что перекус, но он это тоже считает питанием. Перед сном, бывает он, например, вот сейчас есть говядину, он пару кусочков съест говядину, часов девять, наверное, вот так вот. Часов одиннадцать он ложится спать. Нет, он снова может, например, яйцо отварить. Если сегодня была каша, он вечером может яйцо. Если утром было яйцо, значит он вечером просто поест салат. Или одну помидорину просто съест. Но он заметил, что если вот он вечером перекусит, вот с чем-то белковым, на утро у него утренний вот сахар, который, тащиковый-то, всегда он повышенный. И вот, а если вечером попозже поест, почему-то вот утром пониже. Не семь с половиной, а шесть с половиной утром, да. Очень даже нам это нравится. Но не всегда ему хочется вечером поесть. Вот, вот такое, вот такое меню самое простое, самое незамысловатое и самое хорошее для его организма. Поджелудочный работает нормально. У нас нет такой вот, прямо при такой птеке, что вот не жарить лук, не постировать его там, не запекать, не это, все прекрасно. Ничего не болит. Сахар в норме. С таблетками, естественно, с таблетками. Без таблеток уже нет. До последних дней это будут только таблетки, питание. Ну и он много двигается, конечно, он много двигается. Зимой движений было меньше, он на дорожке ходил. Вот, сейчас движухи хватает и сахар в норме. Вот, все, что я хотела вам рассказать. Спасибо, что меня посмотрели, послушали. Очень рада, что вы со мной, что вы смотрите. Ставьте пальчики вверх, можете вниз. Кому не нравится, кому это питание ничего нового не принесло. Но, что есть, то и есть, то и рассказываю. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok